В чем особенность этого блюда? Здесь беточки по-селянски отличаются чем? Всегда использовалась только говядина для фарша, добавляется в фарш чеснок, яйцо, ну и особенность подаются они соусом сметанным с грибами. С чего начинаем? Для начала мы подготовим хлеб, который замачивают в молоке. В молоке замачивают хлеб в том случае, если это быстрая подача, если это же в полевых условиях, куда будут выносить термосами и процесс не сразу приготовили, то лучше замачивать в воде. Но я буду готовить пока фарш, вас попрошу к фаршу порезать лук и чеснок мелко. В наш фарш мы добавили чеснок, сейчас нам осталось соединить с хлебом, яйцом, ну и добавить соль, перец. Здесь мы используем хлеб обязательно черствый, черашний, без корок, он тогда не даст липкую массу нашему фаршу. Хорошо добавить сюда соль и перчик. После того, как мы соединили все компоненты, обязательно мясо хорошо отбить. Ну и потом это мясо мы порционируем. Биточки имеют овально приплюснутую форму, причем биточки мы здесь панируем в муке, это принципиально, потому что мы их будем обжаривать и потом тушить в соусе. Если в сухарях, то это будет совсем другой вкус, и сухари не допускаются при использовании тушеных блюд. Биточки полуфабрикат наши готовы, и до момента тепловой обработки жарки мы их поставим в холодильник. Гарнир к биточкам, это чаще всего было либо картофельное пюре, либо рис. Ну, мы сегодня приготовим рис. Ну и пока у нас будет закипать вода, я думаю, мы сделаем соус. Для этого вот у нас лук необходимо нарезать кубиком. Все время варки риса составит минут 25. Ну и параллельно с тем, как мы будем пассеровать лук, мы пассеруем муку для соуса. Пассеруем ее без жира и без изменения цвета. Сейчас мы будем готовить соус. Мука у нас остыла. Мы ее разведем холодным бульоном. Холодная мука, холодный бульон. Муку с бульоном размешали так, чтобы не было комочков. Ну и теперь ставим проваривать. Он должен провариться минут 5-10, а потом будем соединять все компоненты в этот соус. В советское время сметану положено было всегда прокипятить, прежде чем добавить в соус. Ну вот сейчас как-то кислотность сметаны немножечко отличается, но попробуем все равно этот прием сделать. Теперь мы в соус добавляем сливочное масло. Калорийное же питание должно быть. Выкладываем сюда пассированный лук и грибы. Ну какой сразу грибной запах приятный пошел. Давайте сюда сметану. Соус наш готов. Небольшое количество еще добавим сливочного масла, чтобы оно растопилось и не было пленочки. Беточки наши румяные, но еще не совсем готовые. Мы их выкладываем в сотейник, либо в другую какую-то другую емкость. Заливаем соусом. В соусе они должны потушиться минут 15 до готовности. Мы должны растопить сливочное масло и заправить готовый рис. Рис у нас готов. Выкладываем гарнир. И сбоку располагаем наши замечательные беточки. Ох, какой запах. Ну и по традиции обязательно зелень. Туристы и все те, кто сталкивался когда-либо с полевой кухней, говорят, что лучшее из приправ – это огонь. Главное, чтобы блюдо получилось калорийным, сытным и вкусным. Рецепт беточков по-селянски. Залейте черствый хлеб молоком. Добавьте в фарш размягченный хлеб, лук, чеснок и яйцо. Посолите и поперчите. Отбейте фарш и сформируйте беточки. Запанируйте в муке, а оставьте в холодильнике на 30-40 минут. Для соуса нарежьте лук и обжарьте, добавьте грибы, жарьте 10 минут. Прогрейте муку на сухой сковороде, затем разведите бульоном и варите 10 минут. Добавьте сливочное масло, отдельно прогрейте сметану. Соедините соус с грибами, сметаной и добавьте еще сливочного масла. Обжарьте беточки, затем выложите в сотейник, залейте соусом и тушите 15 минут. Подавайте с вареным рисом и зеленью.